Всем привет! Спасибо, что снова настроились на мой канал. Сегодня у меня тематическое видео по вашим запросам. Большое спасибо, что комментируете, большое спасибо, что задаете вопросы и спасибо за ваше предложение того, о чем будет новое видео. Итак, это видео будет, как уже понятно из названия, об отношениях с итальянцами. Я ни в коем случае не специалист по отношениям, и уж тем более не специалист по итальянцам, поэтому могу поделиться только своим опытом отношения с одним итальянцем, тем более, что живу я не в Италии, я живу в Великобритании уже последних 12 лет. Сержио, с которым мы вместе уже 7 лет, живет в Великобритании последних 15 лет, то есть мы вдвоем достаточно ассимилированы под британскую культуру. Но, тем не менее, свое видео, оно будет, наверное, достаточно субъективным. Я постараюсь быть настолько объективной, насколько могу. У меня с собой, как обычно, список, чтобы ничего не забыть, ничего не упустить. И мой опыт основывается в основном на моих собственных отношениях, на моих собственных наблюдениях, и также на наблюдениях за семьями из Южной Италии, откуда Сержио родом. Насчет Северной Италии я ничего лично сказать не могу. Конечно, зависит очень много от воспитания, от уклада в семье мужчины или женщины, как у них все это было положено, к чему привыкал этот ребенок-подросток, пока рос и развивался. Ну, а также все говорят, что Северные Итальянцы это такие же самые европейцы, больше, чем итальянцы типичные. Я, честно говоря, даже не знаю, что это значит, потому что все европейцы так или иначе очень разные. Прежде чем начну, еще одно небольшое отступление. Естественно, так как я живу в интернациональной стране, здесь очень много людей других национальностей, мне безумно интересно смотреть за разными менталитетами, что для людей является нормой, потому что норма это абсолютно разные, иногда даже противоположные вещи для разных людей, разных национальностей, разных культур. Что касается меня самой, я отношу себя к прибалтам. Мой менталитет очень... темперамент, я бы сказала, очень сдержанный, очень спокойный. И у меня вообще нет абсолютно никакой такой эмоциональной взрывности. Я достаточно медленно реагирую, я спокойно, уравновешена. И во мне нет никакой какой-то такой агрессии, вспыльчивости. Я не говорю, что в итальянцах есть, но у них темперамент очень сильно отличается именно от моего. Поэтому, что касается отношений, мне кажется, что всё-таки намного легче, когда вы друг с другом на одной волне. И когда я чаще всего смотрю на отношения со стороны, я считаю, что важнее всего, чтобы ваши ценности совпадали. Например, лично для меня, для человека, которым я являюсь, было бы абсолютно невозможно построить отношения с человеком, который вышел из более патриархальной культуры и уклада жизни. Я никогда не хотела быть замужем. Для меня это просто неприемлемо. Я хочу быть либо рядом с мужем, либо немного даже впереди. Только так я чувствую себя счастливой. Я просто вот хотела сказать о том, что не столько национальность важна, сколько вот эта культура, сколько вот уклад жизни человека, который, возможно, с другой стороны вас интересует. Ну ладно, начнём. Открою свой список. Я его сделала уже несколько дней назад. Я уже, честно говоря, не помню, что я здесь написала. Так что я думаю, что я сейчас не буду слишком много бэкать и мэкать и донесу всё в лучшем виде. Ну, по крайней мере, насколько смогу. Итак, ну, первое. Начнём, естественно, с хорошего. Ну, не знаю, с хорошего, нехорошего. Но я думаю, будет немножко в перемешку. Итак, первое. Итальянские мужчины обожают детей и животных. Ну, не только мужчины, вообще люди. Я считаю, что это... Как я уже, кстати, говорила в одном из моих видео «Плюсы и минусы Итарии». Если вы не смотрели, то обязательно посмотрите. Я считаю, что это характеризует людей с просто их самой лучшей стороны. Если люди относятся с любовью, с заботой, терпением, вниманием к нашим более слабым, меньшим, зависимым товарищам, братьям. Я имею в виду, естественно, детей и животных. Потому что для многих людей это вообще неразделимо. Столько любви ты даёшь своим домашним животным, столько любви ты можешь давать и своим детям. Для многих людей домашние животные — это дети. И я, честно говоря, сама, можно сказать... У меня нет детей, не сложно сказать. Но я уважаю эту позицию. И для меня вот сторожевая собака на цепи в будке не характеризует человека с хорошей стороны. Я не хочу навязывать никому своё мнение. Но вот для меня вот эти глаза из будки на цепи я не могу. Не знаю, согласитесь вы или нет. Потому что, естественно, так было издревле, что собака — это сторож, собаке — не место дома. Но для итальянцев собака будет лежать с вами на кровати, будет есть с вами из одной посуды, будет ходить с вами в музей и в магазин. И она будет вашим одним из самых лучших друзей и компаньонов. Ну и то же самое, что касается детей. К детям все абсолютно относятся с улыбкой, с любовью, ими занимаются. Из них хотят вырастить приличных граждан. Не просто растёшь себе как подорожник во дворе, что вырастет, то вырастет. Конечно, нет. К детям и животным относятся с огромной любовью и заботой. И я думаю, нет в Италии такого, что вот мужчина, значит, оплодотворяет женщину, и как бы всё остальное ты своё дело сделал, молодец. А женщина уже как бы... Она же женщина, она должна заботиться о детях. Такого в Италии вроде бы я не видела. Не отвечаю всех, не ручаюсь. Случаи будут разные. Но дети в Италии играют большую роль как для женщины, естественно, так и для мужчин. Следующий интересный пункт, отвлечёмся немного от семьи, это внешний вид. Итальянские мужчины достаточно сильно заинтересованы в своём внешнем виде. Им нравится привлекать внимание, им нравится выглядеть хорошо. Они любят аксессуары, браслеты, кольца, цепи, шарфики, шляпки, назовите всё угодно. И знаете, что самое интересное? От них нету никогда такого ощущения стариков. Скажу, что я имею в виду. Мужчине может быть за 60, за 65. Если в каких-то других странах они уже к этому возрасту становятся старыми старичками, то от итальянских мужчин всегда веет таким флёром мужчины. Итальянский мужчина, он всегда мужчина. И не важно, сколько ему лет. Не знаю, как красиво такое описать. Я сама много об этом думала. И на самом деле это очень интересный факт. Именно забота о себе, о внешнем виде и вот такая мужская мужественность, если так можно выразиться, которая остаётся с мужчиной до конца. Вернёмся к семье. Именно итальянские пары, которые я знаю, да я и слышала до этого много раз, не спешат жениться, не спешат заводить детей. Поэтому, девушки, если вы смотрите это видео, чтобы понять, как долго вам ждать, приготовьтесь ждать долго. В моём окружении итальянские пары, ну, они очень долго, не то чтобы встречаться, начинают вместе жить достаточно рано. Но вот именно до закрепления брачного союза официально проходит очень много времени. На юге Италии это огромная вечеринка, это вы приглашаете всех, кого вы знаете, вы просто тратите какие-то немыслимые суммы денег, чтобы ваша свадьба просто пела и плясала несколько дней подряд, и потом едете в свадебное путешествие. На севере Италии это, естественно, намного-намного скромнее. Как бы дело не в этом, а больше в том, что вот такие традиционные семейные ценности уходят немного на задний план. Я думаю, женщинам тоже, конечно, приятно, когда тебя зовут замуж, но, в принципе, жизни это как-то не меняет, косо на вас никто не смотрит. Что касается детей, детей тоже заводят очень поздно, если вообще, потому что, наверное, экономическая обстановка в Италии на это влияет. Если мы говорим больше такой рабочий, ниже среднего класса, то у них хватает на жизнь, хватает на хорошую жизнь, но если они заведут ребенка, то тогда уже придется бюджет полностью пересматривать. И, естественно, когда оба родителя образованы и имеют хорошую работу, они хотят того же самого для своего ребенка, и они не всегда знают, смогут ли они реализовать это блестящее будущее для своего потомства. Если есть риск того, что они не смогут оплатить образование, если они не смогут дать этому новому человеку приличное будущее, то очень-очень возможно они скажут, что нам тогда не нужен. Нам не нужен тогда ребенок, если у нас нет стопроцентной гарантии на его счастливое, безбедное будущее. Также, исходя из этого, следующий пункт, это исходит, наверное, из всех предыдущих, то, что итальянский мужчина никогда не будет экономить на себе. Мне кажется, в Латвии, по крайней мере, когда я там жила, у нас был более общий бюджет, наверное, вообще в восточноевропейских странах это общий семейный бюджет. В Италии не знаю никого с общим семейным бюджетом. Бюджет разный, оба, естественно, работают, оба платят счета, может быть, счета делятся пополам, но также банковский аккаунт у нее один, у него другой, и он, если ему что-то нравится, что-то хочется, он не будет советоваться и прислушиваться к мнению жены, и если, допустим, ему нужно что-то для себя, для своего удовольствия, он скорее потратит эти деньги на вещи для себя и своего удовольствия, то, что ему хочется, то, что ему нужно, то, что его делает счастливым, а не на, допустим, вложение в покупку новой плиты или там нового ламината на кухне, нет. Итальянский мужчина знает, что он хочет, и денег ему на себя не жалко. И так и мы с вами, женщины, должны тоже поступать, особенно если мы сами работаем и зарабатываем. Вот не нужно себя приносить в жертву новому ламинату. Так же самое, как итальянские мужчины. Вот они тратят деньги на себя, и мы все равно их любим. Небольшое сцепление от темы. Итак, следующее. Следующее, это, конечно, негатив. Для меня это однозначно негатив. Скажу, из чего я вообще иду. Итальянские семьи, особенно более старшего поколения, строились на том, что мужчина добытчик, а женщина домохозяйка. Естественно, это не делает мужчину главнее, а женщину пешкой. Совсем не так, потому что многие мужчины, они не совсем понимают, насколько это огромная ответственность и труд ухаживать, растить за детьми, держать дом в порядке, и чтобы муж был сытый, и выглаженный, и выстиранный, и самой хорошо выглядит. Естественно, мне кажется, для многих это как «О, домохозяйка сидит дома и ничего не делает». Нет. Нет, уважаемые. Это абсолютно не так. Итальянская домохозяйка, естественно, это женщина, у которой здесь в голове будут 300 рецептов пасты, 500 рецептов всяческих итальянских пирожных. И это просто сила вот такая, которая поддерживает дом, которая поддерживает хозяйство, постоянной готовности, и на которой, можно сказать, всё стоит. Хорошо, мужчина приносит деньги в дом, но за эти деньги, естественно, женщина и за дом ухаживает, и за мужчины, и растит детей. Сейчас же, конечно, приоритеты, но и вообще жизнь у нас изменилась, и женщина тоже стала работать, женщине тоже интересна её карьера, но в то же самое время никто не особо отреждает женщину от того, что она перестаёт готовить и перестаёт ухаживать за детьми и за мужем. То есть на женщину, на её плечи ложится больше груз забот, а с мужчиной как раз-таки эта забота снимается. То есть мужчина до сих пор считает, что в основном это женщина, кто будет смотреть за хозяйством с детьми и готовить, но в то же время и помогать ему содержать всё это хозяйство. То есть женщина как бы с мужчиной разделяет обязанности, а мужчина это принимает и как бы ещё и даёт свои рекомендации, что когда делать, что она делает не так, что нужно делать лучше, в основном сравнивая её с мамой со своей, у которой не было работы, и которая полностью могла себя посвятить детям, мужу и хозяйству. То есть я думаю, понятна моя мысль, что женщины стали... какую-то часть ответственности мужчины взяли на себя, а мужчины свою ответственность на себя сняли. То есть кто остался в проигрыше? Ответьте мне на этот вопрос. Мужчины драматичны и ревнивы. Очень-очень много я слышала о том, что итальянцы очень ревнивы. Может быть, каким-то женщинам это нравится. Ревнует, значит, у него ко мне интерес, значит, он считает, что я могу приглянуться другим мужчинам. Ну, не знаю, по мне так ревность это признак собственничества. Я ревность очень-очень плохо переношу. Ревнива ли я сама, наверное, зависит всё-таки от партнёра. То есть как он себя ведёт. Знаю ли я, что он не купится на провокацию от какой-то другой женщины, или он, наоборот, будет рад поучаствовать в каком-то флирте. Вот, наверное, его собственное поведение решает всё. Но вот когда просто такая ревность без причины, то, к сожалению, это достаточно частая такая характеристика итальянцев, которую, я думаю, вы уже слышали и не раз. Ну, наверное, вот такой вот взрывной темперамент, который отвечает за вот такую ревность. Также итальянские мужчины, как и женщины, как и весь итальянский народ, особенно южный, они очень гостеприимны. Они безумно гостеприимны, они очень приветливы, они вам искренне рады. И, знаете, вот не нужно из кожи выпрыгивать, чтобы заслужить их вот такое дружелюбие и хорошее отношение. Например, например, да, вот если как бы в Латвии, скажем, мы больше стараемся что-то сделать для родственников, даже если нам не нравятся наши родственники, но они же родственники, как бы, как это так, своя кровь. И мы всё-таки ради родственников, может, иногда переступаем через себя. В Великобритании такого щепетильного отношения к родственникам нет, но также здесь и достаточно сложно с кем-то сильно подружиться, потому что никак в Латвии твой друг становится твоим братом или сестрой. Здесь никто не будет особенно ради тебя ничем жертвовать. И как бы пока вам хорошо и весело вместе, супер! Но не рассчитывайте слишком на своего британского друга, к сожалению, если у вас возникнут какие-то трудности. Вот после 12 лет жизни в Великобритании могу сказать, что здесь немножко по-другому воспринимается вот такая вот дружба. Если у тебя проблемы, то ты как бы каждый сам за себя. Что касается Италии, в Италии лично, я думаю, очень легко найти друзей. Ты просто улыбнёшься кому-то, пообщаетесь, потом вы пойдёте на аперитив, на кофе. Вы можете друг другу написать, и в следующий раз, когда вы встретитесь, вы уже будете лучшими друзьями. И люди действительно предлагают вам помощь, и абсолютно охотно её оказывают, и не делают такой вид, что это одолжение, и это просто супер! Это огромная разница, которую я вот увидела, это дружелюбие, гостеприимность. И мне действительно этого не хватало. Я настолько отвыкла, что я даже иногда начала думать, это они по-настоящему такие, или это как бы напускное. Но я остановилась на мысли, что это действительно по-настоящему такое, что людям приятно делать, вам приятно, что они искренние, открытые. И всегда-всегда вас ждут с распростёртыми объятиями. Ну и естественно, когда к вам относятся настолько радушно, то и вам тоже хочется только самое-самое лучшее отдать им обратно. Мне кажется, что в любом обществе, да не только в итальянском, среди итальянцев, в любой стране, для мужчины важно, чтобы его женщину уважали его друзья. То есть, чем больше вы заслужите уважения в одной либо другой области, тем ваш мужчина будет более вами гордиться и более уважительно к вам относиться. То есть, если его друзья вас уважают, то и его уважение к вам будет на таком достаточно непоколебимом уровне. И, возможно, это будет профессия или, не знаю, вот внешность входит в эту категорию или нет. Вы можете быть участницей марафонов, или вы чемпион по киданию дротиков, или вы участвовали в каком-то кулинарном шоу, или вы учитель пения, или вы благотворительно помогаете какой-то организации. Может быть, у вас очень какая-то необычная, классная, крутая карьера. Вот что-то, мне кажется, для итальянцев важно, чтобы вас было, чтобы вами можно гордиться было, чтобы вас можно представить было друзьям, как вот моя женщина, девушка, супруга, она такая-то, такая-то, такая-то. То есть, вот, как бы, вот это все раскрытие павлиниевого хвоста за вас счет. Если итальянцы и так очень любят красоваться, но если они еще могут покрасоваться своей девушкой, то вы сорвали джекпот. А может и нет. Следующее, это итальянцы, да как и все другие мужчины, намеков абсолютно не понимают. Если вы хотите сэкономить себе очень много времени и добиться прямого ответа на прямой вопрос, говорите об этом сразу. Испробовано очень-очень-очень много раз. Не знаю, к чему такой пункт, но я считаю, что он важен. Дальше у нас это старомодность итальянцев, когда речь заходит об ухаживании за девушкой. Вот не знаю, как это происходит на севере Италии, но на юге Италии женщина никогда не достает кошелек во время свидания, похода в ресторан, неважно, это ваше первое свидание или вы уже 10 лет как женаты, абсолютно неважно, потому что если женщина потянется заплатить, то мужчина почувствует себя некомфортно в такой ситуации, ему будет казаться, что официанты на него косо смотрят. Ну вот как бы, чтобы вот эту мужественность свою, мужскую и итальянскую, сохранить, нетронутой, чтобы на нее никто не посягался, то мужчина обычно платит в ресторане за себя и за его спутницу. Я это один раз наблюдала на собственном примере, когда я вышла в туалет и заодно заплатила за себя, за Серджио и за нашего друга, и женщина на кассе, которая принимала оплату, она вначале у меня несколько раз переспросила, плачу ли я только за себя или за всех, и потом даже сделала мне небольшую скидку, и вообще, я думаю, она не часто такое видит там, но вот не знаю, как бы, я не люблю вот эту вот материальную зависимость, и мне кажется, что иногда нужно заплатить, чтобы показать, что эй, потому что, честно говоря, конечно, приятно, когда за тебя платят, приятно, когда за тобой ухаживают. Это вот как, допустим, арабские мужчины, да, которые славятся тем, как они ухаживают за женщиной, что ты чувствуешь себя просто звездой, просто принцессой, королевой, но как только они тебя добиваются, как только проходит этот романтичный период, то тогда уже можно видеть его настоящее лицо, знаете, вот его настоящее отношение, что не всегда это будет продолжаться, поэтому мне кажется, очень полезным. Для профилактики, напомнить мужчине о том, что у нас с тобой одинаковые права, уже не ты всегда должен платить, и у меня есть своя работа, свои деньги, свой кошелек, своя свобода, своя независимость, чтобы тоже заплатить за тебя в кафе или ресторане, и я думаю, что это работает отлично как для мужчин, так и для женщин. Попробуйте, это очень приятно. Кстати, интересный факт. Может быть, мужчина будет, итальянский мужчина, каждый раз платить за ваш досуг вместе, но если вы живете вместе, как супружеская пара, гражданским браком, не важно, все счета и все покупки за еду вы будете делить пополам. Может быть, конечно, не пополам, допустим, если ваши зарплаты очень разные, но если он платит за вас в ресторане, это не значит, что он платит за все. Итальянцы, они достаточно такие расчетливые в том плане, что они и у мамы деньги возьмут, и у жены, и не будут, знаете, лишний раз рвать одно место, чтобы за все заплатить. Нет, нет, такого не будет. Все пополам, как настоящий европейец. Ну да, что касается воспитания, я заметила, что в Италии, как возможно, и в Восточной Европе, мамы балуют своих мальчиков. В Великобритании такого нет, к счастью. Здесь мальчики вырастают мамой наученные с самого раннего детства, что они могут за себя и постирать, и купить себе что-то, и приготовить, и не будет такого, что, ой, я не убираюсь в моей комнате, потому что мама убирается. Нет, такого в Великобритании не будет. Но в Италии это очень даже возможно. Особенно, вот как я говорю про такое более старшее поколение, где мама была домохозяйкой. Когда слышали такое выражение, что вот дуть в попу, это не преувеличение, когда речь касается итальянских мамочек и их мальчиков. И скорее всего, когда такой мальчик вырастет, он будет того же самого ожидать и от вас. Ну и, естественно, это уже зависит от вас, будете ли вы принимать эти правила игры, или вы скажете из ней, дорогой, но твоя мама это мама, а я не мама. Я другая женщина, у меня другое воспитание, и у меня абсолютно другие взгляды на семейную жизнь. Ну, что касается разруливания конфликтов в этом случае, скорее всего, они будут разруливаться так же само, как и с мамой. То есть, это упрямство, это капризы, это драма, и чаще всего, да, это будет кто кого переупрямит. Потому что, если итальянский мужчина заупрямился, то он не захочет слушать никаких даже, как вам кажется, самых логичных аргументов. Потому что, как же так, это каприз, женщина не делает так, как я хочу, это плохая женщина, мама! Я надеюсь, это просто такая невинная шутка, но на самом деле это такой очень-очень момент. Не знаю, насколько итальянский, но когда мужчина изначально с пеленок испорчен своей мамой, то вы это почувствуете 100%. Ну, и в конце такое небольшое отступление от отношений с итальянцами, по крайней мере, то, что я знаю сама по себе, то, что я видела среди наших знакомых, это то, как меня встречали в Италии. Естественно, я не итальянка, не даже британка, потому что мне кажется, что всё-таки есть вот этот вот, назовём это ранг. То есть, если вы британка, то как бы ваш ранг выше, чем если вы там откуда-то из Словении, скажем так, да. Я абсолютно с этим не согласна, но, к сожалению, эти правила создала не я. Этим стереотипам подчиняются большинство людей. Если, к тому же, вы американка из Америки, и если вы супертоповый хирург-врач из Словакии, то, может быть, тогда вас это ставит на одинаковую позицию. Но вот лично я заметила, что везде, во всём мире именно людей очень часто судят по национальности и насколько, как бы так, экономически прогрессивна их страна. Латвия, я думаю, все знают, что это не очень экономически прогрессивная страна. Никто не знает, где находится Латвия, за очень редким исключением. Когда я говорю «Латвия», мне отвечают «Рига». И я тогда уже сразу начинаю автоматически считать этого человека эрудитом. Да, итальянцы, они очень, у них раздутое самомнение из-за того, что они итальянцы. У них всё итальянское, это самое лучшее, итальянцы делают это лучше, это итальянский автопром, итальянский дизайн, итальянская мебель, всё, что хочешь. Итальян, итальянская еда, о боже, как я могу забыть? Не стоит говорить о том, что что для итальянцев какая-то там Латвия, которую они первый раз в жизни слышат и даже не знают, где она находится. И я в своей жизни достаточно часто ощущала это на себе. Меня это абсолютно никак не коробит, я не знаю другой жизни. Если бы что-то изменилось, может быть. Но как бы я всегда была из маленькой страны, о которой никто не знает, о которой никто не слышал. Поэтому я уже привыкла, что Латвия это что, это где, это чего, кто-кто, где, неважно. А где это на карте? Всё, всё. Мне просто накипело уже, наверное. Да, конечно, всем было очень-очень любопытно со мной встретиться, когда я приехала первый раз в Италию. Целая колонна родственников приехала в аэропорт нас встречать. Я Джо сказала, что никогда меня раньше так не встречали. Ну, естественно, это потому, что он был со мной. Ну, и тогда, когда они уже на меня несколько раз посмотрели, естественно, уже такая новизна пропала. Они поняли, что я не смогу поддерживать беседу, я не говорю по-итальянски. Что сыграло мою сторону? Это моя молодость. Мне на тот момент было лет 25. Да, мне было 25. Сержа было 39 или 40. То, что у меня нет детей, то, что у меня не было предыдущих браков, на меня тоже сыграло в мою сторону. Ну, наверное, внешность тоже им понравилась. Я никогда и не забуду тот момент, когда я сидела в гостях у итальянских сеньор. Тетушек уже, знаете, все таких за 70. Хорошо за 70. Они на меня смотрели так и потом сказали. Она красивая, только слишком бледная. Ну, вот как бы такое я получила отзыв. Ну, как бы да, очень-очень многие итальянцы вам все скажут прямо в лицо. Я, честно говоря, небольшой любитель прямоты. Для меня очень важно то, чтобы человек, который находится рядом со мной, чувствовал себя комфортно. И я такой, как бы, комфортный человек, с которым рядом, вы знаете, что вам ничего не угрожает. Итальянцы, они... Не буду стесняться в выражениях, но, как говорится, я лучше скажу тебе правду. Не вини меня в грубости. Это ведь правда, а там ты уже делай с ней, что хочешь. Правда ведь это же самое лучшее. Ну, и на этом все. И надеюсь, что это видео не получилось слишком долгим. И надеюсь, что меня интересно было слушать, потому что мне особенно нечего было вставить больше в это видео, кроме как своих вот этих вот рассуждений на тему. И надеюсь, что оно оказалось полезным. Еще раз говорю, что я, конечно, ни в коем случае не эксперт. Это просто какие-то наблюдения человека, который даже не живет в Италии. У меня не было отношений больше, чем с одним итальянцем. Поэтому я даже не могу ни с чем сравнить. И на этом все. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Если вам понравилась тема Италии, то у меня есть целый плейлист из 8 или 9 влогов на тему Италии. Потому что мы совсем недавно вернулись из отпуска. По моему личному скромному мнению, влог получился очень интересным. Поэтому, если вам хочется еще, то добро пожаловать в мои другие итальянские видео. А на этом большое спасибо за просмотр. Если еще есть какие-то вопросы или рекомендации, о чем снимать видео, обязательно пишите. На этом пока!